Итак, следующее панельное обсуждение посвящено образованию и группе наук STEM. У нас здесь прекрасные докладчики, и будет у нас модератор Бонни Данбор. Как вы понимаете, чрезвычайно важно заинтересовывать молодежь во всех странах мира в изучении науки, в изучении технических наук, и в том числе в освоении космического пространства, потому что именно этому поколению предстоит решать огромное количество связанных с этим проблем. Раньше, когда была программа «Аполлон», в основном специалистам в космической отрасли было в среднем по 27 лет. Сейчас в центре Джонсона средний возраст специалистов составляет 50. Я очень надеюсь, что это изменится, и что больше молодежи проявят интерес к освоению космического пространства и начнут решать проблемы, которые необходимо решать. Итак, даю слово Бонни, она будет модератором. Спасибо, господин Эбби. Мне очень приятно здесь быть сегодня. У меня есть возможность быть сегодня председателем этого комитета. Мы собираем вместе специалистов, которые могут обмениваться между собой идеями в точке зрения вопросов образования. Мы ищем всегда новые идеи, обмениваемся какими-то историями успеха. Итак, сегодня у нас здесь представлен астронавт, который связан с Массачусетским институтом технологии. Это Джефф Копман. Рядом с ним доктор Линда Годвин. Она была астрономом и астронавтом, и ее основная сфера была физика. Из Института медико-биометических проблем у нас Елена Фомина. Из Лондона, из Университета колледж Лондона у нас Кевин Фонг. Из Университета штата Иллиной это мой конкурент Майкл Лембек, который тоже занимается вопросами, проблемами Луны. Казмонавт Солежан Шарипов. Рядом с ним Изабель Трембле. Из Канадского космического агентства. И еще один астронавт Стивен Робинсон. Мне очень приятно видеть здесь такое количество бывших астронавтов и космонавтов, которые начали заниматься образовательными программами. Итак, сегодня мы начнем, наверное, с Джеффа. Пусть он пять минут, может быть, посвятит вступлению и обозначит темы для сегодняшнего обсуждения. Давайте, может быть, послушаем о каких-то конкретных успехах в образовании. Или, может быть, о каких-то проблемах, которые вас особо интересуют. У нас есть рабочая группа, которая сегодня будет эту тему обсуждать. Завтра это будет группа С. Если кому-то интересно поучаствовать в ее работе, в более формальных обсуждениях, пожалуйста, присоединяйтесь, мы вам сообщим номер комнаты. Джефф, вам слово. Да, я на самом деле имею докторскую степень в астрофизике, занимался астрономией в Массачусетском институте технологий. Потом появилась программа «Шаттл». И там была команда экипажа семи человек, и только два пилота нужно было. Но нужно было также ряд специалистов, таких как врачи, физики и так далее. И это, естественно, изменило мою жизнь. Мне всегда интересен был образовательный процесс, академические знания. У меня было пять уже роликов на тот момент, сделанных образовательных по различным аспектам космического полета. И вот, пока я преподавал в MIT, помимо этого, я начал заниматься удаленным образованием онлайн, так называемый MOOC, и сделал вводный курс по космическим полетам. Это было ужасно интересно. И также я провел курс онлайн по техническим аспектам программы космического шаттла. Я обязательно сегодня поговорю про эксперимент сферы, но вначале я хотел просто сказать, что в области космоса нам действительно очень важно делать что-то увлекательное. когда вы говорите с поколением ученых, инженеров моего поколения, моего возраста, и мы спрашиваем, а что же вас заинтересовало изначально? Все сразу отвечают. Программа «Аполлон». Именно это было стимулом, это было движком. И мы действительно с нашей точки зрения сейчас делаем очень интересные и удивительные вещи, но это не всегда может быть донесено до публики, до населения. Поэтому вот что самое главное. Нам нужно привлекать студентов, нам нужно развивать вот этот интерес, подогревать этот интерес в них, потому что именно тогда мы увидим, как они начинают этим заниматься. Вот, например, у нас постоянные экскурсии, постоянные группы студентов в Jet Propulsion Lab. И что больше всего привлекает и интересует студентов? Им очень интересна концепция того, что они могут что-то делать в космосе. Когда я занимался своей диссертацией, мне было интересно, как отправить телескоп на орбиту с помощью ракет, с помощью различных других представлений. И мы целое поколение посвятили изучению этой проблемы и думали, как же мы научим следующее поколение студентов обслуживать эти спутники, обслуживать эти телескопы. И вот, кстати, из-за этого мы, собственно, и придумали программу CubeSat, потому что эти мини-наноспутники могут быть изготовлены и в условиях школы, и в условиях университета. Их можно запускать и для этого использовать Международную космическую станцию, например. Итак, вот этот... Кто здесь знает, что такое эксперимент сферы? Ну, половина примерно. Начался этот эксперимент как программа Capstone для MIT. Это был инженерный класс для студентов, которые выпускаются из MIT. Мне показали отрывок из «Звездных войн», где Люк Скайуокер направляет свой меч и показывает эти мини-спутники, которые вокруг летают. И я сказал, что я вот хочу, чтобы именно такое студенты могли создавать сами. И сначала этим занимались аспиранты, потом в итоге этим начали заниматься и другие студенты. На станции этот эксперимент сферы проводятся уже очень-очень давно, по-моему, лет 15. Изначально он был придуман в качестве испытаний для того, чтобы отрабатывать различные орбитальные маневры, для того, чтобы посмотреть, какие законы, какие принципы действуют при управлении космическими объектами в космосе. После этого эта программа перекочевала в более образовательную программу. И каждый год мы проводим соревнования, которые называются Zero Robotics. Почему это Zero Robotics? Потому что это робототехническое соревнование, которое проходит в условиях нулевой гравитации или микрогравитации. То есть две сферы, два робота соревнуются друг с другом. Команды программируют эти мини-спутники и, соответственно, управляют ими на борту станции. Предварительно все это было сделано в виртуальной реальности, на тренажерах, на симуляторах специальных. Мы их приглашали в MIT, приглашали астронавта, который мог бы загрузить эти программы в сферы и провести соревнования. Студенты, учащиеся, им было так интересно, они все были в полном восторге. Это было как соревнование по американскому футболу. Это просто замечательно было. Но сами сферы у нас на самом деле устарели уже. Где-то месяц назад мы провели последнее, завершающее соревнование, турнир по сферам. И они, собственно, будут утилизированы, а будут новые роботы, которые уже в процессе изготовления, мы не знаем, будет ли, этим начинает заниматься другая компания, мы не знаем сейчас, будут ли эти соревнования проводить в следующем году. Но это соревнование привлекали буквально тысячи студентов со всех стран мира. Это было очень интересно. И то, что привлекало учащихся, это именно шанс попробовать сделать что-то в космосе. Именно так мы привлекали их внимание. То есть человек мог сказать, ребенок мог сказать себе, я написал код в компьютерную программу, и она работала на борту космической станции. Это было здорово. Я была судьей в этих соревнованиях. Это Линда Годвин говорит. И если мы будем проводить как можно больше этих соревнований, будет, конечно, очень здорово. Так я родилась в штате Мизурии, выросла там. Я собиралась работать в НАСА и начала это делать. Когда я росла, у нас не было никакого неформального способа проводить никакие образовательные программы для публики. Но я решила, что это надо менять. Поэтому даже сейчас иногда, когда нельзя студента привезти в класс и как-то формально преподавать какую-то науку, это можно сделать с использованием огромного количества различных других ресурсов. Например, ресурсы онлайн, различные программы, программы удаленного образования и так далее. Так что и формальное, и неформальное образование сейчас доступны. Когда я была в аспирантуре в Миссурии, и когда у нас появилась возможность поучаствовать в программе Шаттл, я, естественно, воспользовалась ею. И, собственно, таким образом, вот НАСА меня сподвигла на дальнейшую деятельность в сфере образования. У нас, когда была программа Шаттл, было несколько образовательных программ, образовательных экспериментов, в том числе программа радиолюбительской связи, потому что именно она позволяла населению на Земле общаться напрямую с астронавтами. И я помню первый свой полет. Мы провели сеанс связи со студентами, с учащимися на Земле. Это было очень здорово. Это был Шаттл-9, СТС-9. И все три полета, в которых я участвовала, везде были образовательные программы. И у нас даже в одном из этих полетов все участники полета, весь экипаж смог поговорить по радиолюбительской связи с Землей. Это отличный инструмент. И для учителей, и для учащихся. И, кстати, в основном привлекаются к этому учащиеся младших классов, потому что именно в этом возрасте они начинают понимать, что у них есть возможности, что есть какая-то дорожка, какой-то путь, которым они могут пойти для того, чтобы реализовать свою мечту и начать работать в космосе. Но, естественно, на то, чтобы эту программу реализовать, у нас ушло большое количество времени, то, чтобы привлечь все космические центры НАСА для участия в таких программах. Я еще хотела, возможно, сказать про радиолюбительскую связь. Когда я ушла из ДАСА и начала преподавать в университете Миссури астрономию и физику, несколько лет назад я посетила одну из школ и увидела там Майка Хопкинса, астронавта, потому что был сеанс связи с ним на борту, и я была как раз в составе аудитории, которая стояла из детей, и я как раз увидела, насколько это увлекательно, насколько это здорово для них, и как многому они научились в процессе этого сеанса связи, как много они узнали. Поэтому я, естественно, очень рада, что сейчас выполняю такую роль и отдаю обратно все те блага, которые я получила, и отдаю их обратно в профессиональную, в образовательную среду. В итоге я провела два типа курсов. Один из предметов, который я вела, был для тех студентов, которые заканчивали университет по специальности физикой и астрономии, и заставлять детей думать, анализировать. Это как раз было очень увлекательно. Работали мы и над различными проблемами в Солнечной системе нашей и в других областях. Но вот отдавать все то, что мы получили, делиться нашими навыками, нашими знаниями с детьми, с учащимися, это, конечно, большая привилегия и большое удовольствие. Я, кстати, хотела поздравить всех еще раз с 50-летием программы «Аполлон». Очень жалко, что я тогда не вела никакие записи, потому что, естественно, это большой опыт, и это большое наследие. Мы общаемся с людьми, которые настоящие эксперты в своих областях, и очень важно этот опыт передавать. Спасибо. Спасибо. Елена, Вам слово. Я сейчас выступаю не только в апостасе профессора в аспирантуре Института медико-биологических проблем, но, кроме того, я еще являюсь профессором Университета дружбы народов, где я читаю курс лекций по космической медицине для студентов-медиков. И хочу сказать, что там особенности преподавания как раз в Университете дружбы народов. Там в основном у нас обучаются студенты из стран Африки, из стран Ближнего Востока. И для них, это, в общем, те державы, которые к космическим, к МКС сейчас не вовлечены никак. И для них очень интересный, конечно, этот курс. И я им предлагаю такие, можно сказать, ролевые игры, когда они как будто воображают себя сами учеными, которые провели какие-то исследования, изучая наши статьи. И потом они сами проводят пресс-конференции, пытаясь... Причем очень интересно, эти вот ребята из стран Африки, они буквально это все играют, как на сцене, чуть ли не поют во время вот этих вот пресс-конференций. И, в общем, самое главное, конечно, что у нас теперь есть возможность заинтересовать молодежь тем, что цели стоят реальные по освоению Луны и по освоению Марса. Пока мы сами были тут в околоземной орбите, и у нас не стояло вот таких вот интересных целей, было трудно заинтересовать и ребят. А когда мы им говорим, что вот сейчас у вас есть возможность, то, что вы предложите, может быть, когда-то на самом деле будет воплощено в межпланетной миссии, глаза горят, и они с удовольствием генерируют какие-то идеи. Хочу еще сказать, что студенты-медики больше заинтересованы в приложении наших результатов в медицине. Мы им рассказываем, например, о костюме пингвин, о компенсаторе опорной разгрузки, который применяется сейчас в реабилитации. И даже если они никогда в своей жизни не будут работать в космической сфере, вот эта возможность, то, с чем мы их знакомим в курсе космической медицины, она каким-то образом приближает их. И я думаю, что они соприкасаются. Все равно любой космический полет это мечта человечества. И они все равно прикасаются к этой мечте благодаря такому курсу космической медицины, который считается просто вот в обычном медицинском курсе. Большое спасибо. Кевин, теперь вам слово. Меня зовут Кевин Фанг. Я астрофизик. И я сам не занимался космической медициной, но у меня был сосед по общежитию, который был студентом-медиком, и он меня так смотивировал, что в результате и я начал заниматься медициной и перекочевал из физики в медицину. Аполлон 11 я не помню, но я помню тестирование и то, что мне рассказывали родители. И я помню, как родители мне рассказывали, что у первых экипажей не было никакого опыта, и несмотря на это они выполняли свои миссии успешно. я продолжил свою деятельность, работал несколько лет здесь, многие меня знают. Я очень благодарен за эту возможность, которую мне жизнь предоставила здесь работать. И вот, как говорит господин Эбби, очень важно, чтобы мы использовали те идеи освоения космического пространства для того, чтобы привлекать молодежь в эту сферу. Потому что программы сейчас развиваются, и проблем, которые нужно решить, немало. Очень важно, чтобы население, чтобы общество понимало, как это ценно, и что мы получаем, исследуя космическое пространство. несколько астронавтов несколько лет назад приехали в Англию, и вместе со мной могли мне провести целый ряд переговоров с британским правительством, убеждая их в том, почему важно участвовать в космических программах. Нам, кстати, так и было сказано, нам не нужна ваша статистика, нам важно, чтобы про нас в газетах написали интересно и хорошо и увлекательно. То есть, на самом деле, образование, конечно, очень важная область. И с культурной точки зрения в том числе, то есть, это не менее важно, чем соборы, например, известные, пирамиды и так далее. Для того, чтобы достичь этой цели, необходимо прилагать усилия. Конечно, это должны быть усилия и в школах, и создание различных программ, которые вдохновляют молодежь. То есть, необходимо обязательно этим заниматься. И в моей странной немного карьере, так сказать, и вот в конечном итоге я, в общем-то, преподавал многие курсы, то есть, я часто очень был в различных школах, выступал с лекциями и так далее. И вот я ощутил силу ведения такой образовательной деятельности, и это, возможно, даже важнее, чем кажется изначально. И сейчас, в этом году, мы отпраздновали 50-ю годовщину программы «Аполлон», и вот BBC попросили меня выпустить серию подкастов, и это важно. То есть, важно, пока есть люди, которые помнят эту программу, важно зафиксировать их воспоминания, но также важно эту программу направить и на молодежь, что не просто достаточно, но в НАСА, естественно, огромные ресурсы, архивы огромные, и многих нам удалось проинтервировать, и насколько успешным это было. Вот если, допустим, 200 тысяч просмотров набирает канал науки, то, значит, это хорошо, это вот мера успеха, а основной канал, второй канал BBC, то есть популярной науки, там, допустим, параметром таким является 1 миллион просмотров, и, например, вот последний сезон «Холостяка» набрал 7,5 миллионов просмотров, ну вот таким образом мы измеряем успех, 13, итак, то есть вот эта серия подкастов, у нас получилось 5 миллионов слушателей на настоящий момент, и это число растет, вот, и у нас, в общем-то, не только подкасты, это теперь еще транслирует BBC World Service, а это 50 или 70 миллионов слушателей по всему миру, и 40% из слушателей младше 35 лет, вот, то есть мы достигаем наших целей, другими словами, то есть огромная сила кроется вот в историях, которые может рассказать НАСА и другие космические агентства, однако эти истории необходимо рассказывать, им необходимо делиться, иначе никто о них просто не узнает. Образование является безусловно важным, но взаимодействие широкой общественности является не менее важным, то есть вот даже BBC не могли поверить в то, что мы такое количество молодежи можем вовлечь в это, учитывая, что эти события были 50 лет назад, однако оказалось, что они были неправы, то есть и, конечно, наш успех подтверждает нашу правоту, так сказать. то есть всем большое спасибо, Кевин, большое спасибо, Майк, передаю вам слово. прежде всего, я вот хотел сразу же оговорку сделать, что я не являюсь конкурентом Бонни, мы совместно работаем, более того, я признателен ей за всю ту помощь, которую она мне оказывала на протяжении тех лет. У меня было много возможностей в молодости, я работал вместе с Си Си Джонсоном и с другими, затем они ушли для работы в коммерческой индустрии. И, знаете, мне тогда говорили не только, что мои идеи были глупыми, но и что я был глупым. И мне потом они объясняли, почему вот я глуп. Однако сегодня, если бы я такие слова сказал молодежи, конечно, меня бы сразу вызвали на ковер. Но, однако, вот такое вот общение, которое тогда было, было эффективным для нашего поколения. И таким образом хотел ответить на вопрос Стива Робинсона. Мы по-прежнему вот преподаем, например, курс для выпускников, что они должны сделать. Сделать доклад о каком-либо участнике программы Аполлон и так далее. и таким образом мы понимаем, какие исторические существовали решения в освоении космоса в космическом полете, и также, что мешает нам сейчас в нашу эпоху. То есть, мы не то, чтобы какие-то новые вещи сейчас пытаемся применить. И нам будет необходимо, соответственно, вот эти проблемы решать с инновационным подходом в том числе. И что у нас в наборе инструментов есть? Джефф уже говорил об эксперименте CubeSats, спутник сначала был, баскетбольный мяч. Потом, вот и сейчас то, что у нас существует, уже спутники, которые разрабатываются студентами. То есть, это огромные возможности, потрясающие совершенно. Одна из проблем это, конечно, вот эти перерывы в работе студентов, различные каникулы и так далее. Плюс внешняя реальность графиков NASA, графиков стартов и так далее. То есть, конечно, это организационная проблема для меня, так сказать. А также необходимо поддерживать вот это вдохновение студентов и внушать им чувство ответственности за завершение работы. То есть, иногда они не ощущают эту ответственность, не ощущают, что они должны какой-либо проект закончить. То есть, вот с этим необходимо еще и бороться. Плюс у нас есть и другие проблемы по мере того, как мы идем дальше в будущее. В основном, я работаю с подростками, и они были подростками, когда шаттл прекратил летать. Поэтому они не видели, чтобы космический корабль стартовал именно с территории США. Иногда они не понимают как бы вот то, какими измерительными средствами мы пользуемся в аэрокосмическом проектировании и так далее. Каким образом вот эти работы существуют в разных штатах, даже вот в этой сфере. Каким образом мы добиваемся эффективности. То есть, и вот эту проблему приходится решать, конечно. Сегодня многие решения, которые придумывают наши студенты, связанные с компьютерным обучением и так далее. И сейчас вот эти инструменты становятся основными инструментами работы. И вы знаете, вот эти 20-летние специалисты, которые все-таки осуществили полет на Луну, да, вот это вот с одной стороны вот это, а с другой стороны мы немножко вот как бы застряли в прошлом, да. Поэтому нам необходимо каким-то образом решить, вот как организовать работу с университетами, так, чтобы студенты прямо вот приходили к производству, так сказать. И вот передо мной стоит именно вот такая задача продвижения образования, прежде всего. И для меня я очень признателен за возможность выступить здесь и обсудить различные идеи реализации моих проектов. Да, спасибо, Майк. И вот в духе сотрудничества давайте все-таки продолжать вместе работать. Алижан, передаю вам слово. В настоящий момент, несмотря на высочайшие достижения в области изучения космического пространства, интерес молодежи к высоким наукам чуть-чуть понижается, и поэтому я хотел бы рассказать о том, что создано в Центре подготовки космонавтов для того, чтобы молодежь увлекалась высокими технологиями, и поэтому несмотря на то, что мы занимаемся профессиональной подготовкой космонавтов, мы уделили отдельный отдел для школьников и молодежи. Мы создали молодежно-образовательный космоцентр. это на базе тренажеров орбитальной станции МИР. Те, кто был в Центре подготовки космонавтов, знают. И мы создали уникальный комплекс, где каждый школьник может прийти, встретиться с космонавтом, получить необходимые знания по различным направлениям. И, конечно, мы занимаемся профессиональной ориентацией молодежи и рассказываем про историю освоения космоса, про историю отечественной космонавтики и мировой космонавтики. И, конечно, мы имеем большие возможности для привлечения молодежи из разных стран. И у нас есть специальные программы, которые могут любой школьник из любой страны прийти и иметь возможность изучить. Салежан, большое спасибо вам. Изабел, передаю вам слово. Да, то есть я бы хотела осветить как раз интерес к техническим наукам в следующем свете. Канадское космическое агентство всегда активно участвовало именно в образовательных программах и каждый проект всегда каким-то образом связан со сферой образования, образования широкой общественности. И я вижу, что другие выступающие поделились различными способами вдохновления молодежи на изучение естественных наук, технических наук. И мы, конечно, работая в космической программе, знаем, что мощным фактором привлечения молодежи является как раз это вдохновение, интересные проекты. То есть, другими словами, мы должны каким-то образом передать эту информацию, новые знания, которые у нас есть. Это один из способов привлечения молодежи. И мы, опять же, слышали многочисленные примеры. Мы считаем, что вот такая заинтересованность является очень важным фактором в этом процессе. И более того, кроме вдохновения, кроме изучения этой темы, получения новых знаний, для них важно решать проблему. То есть, ощущать, что стоит какая-то задача и успешно справляться с ней. То есть, это является также фактором вдохновения, интереса молодежи в технических науках. Вот, в прошлом году нас попросили также присоединиться к лунной программе. И, как я уже говорила, каждая программа у нас имеет образовательный аспект. И, конечно, это долгосрочное обязательство, так сказать, потенциальное. уже 20-ю годовщину отпразднует скоро МКС, например. И когда мы взяли на себя обязательства участвовать в МКС, это было длительное обязательство. И вот, опять же, здесь такие же обязательства. Поэтому нам необходимо убедиться, что мы готовим правильным образом молодежь. И была разработана на уровне страны инициатива, которая называется «Молодые астронавты». Я бы хотела поблагодарить за это моих коллег из Канадского агентства. Я не являюсь руководителем данной программы, то есть, мои коллеги этим занимаются, но этим занимаются отделы по науке и технологии. То есть, конечно, они отвечают за создание этой программы, так сказать. И нам бы хотелось привлечь как-то канадскую молодежь, заинтересовать их в будущих карьерах в освоении космоса. И как бы донести до них, что они смогут участвовать в лунных миссиях. Особенно нас интересуют студенты шестых классов с шестого по девятых, именно потому, что в этот момент они выбирают те предметы, которые они будут изучать. Математика, например, науки, естественные науки и так далее. То есть, им необходимо правильно выбрать предметы. И поэтому именно вот этот возрастной диапазон нас интересует, он является ключевым. И в рамках данной инициативы также у нас вот три направления, так сказать, три основных направления существуют. Опять же, это деятельность, направленная на то, чтобы заинтересовать молодежь. Мы объясняем, например, что необходимо, чтобы стать с астронавтом. Вот потом наука и технология. Это та сфера, где они используют свое образование для того, чтобы решить какие-то проблемы. Например, высадка на Луне лунного аппарата и так далее. Например, еще один аспект это физическая натренированность и питание. Мы хотим, чтобы перед ними стояли задачи и физического плана, так сказать, и умственные задачи, и для того, чтобы вот заинтересовать их в выполнении тех задач, которые выполняют астронавты. И далее, еще одно направление это командная работа и коммуникация или общение. То есть, они изучают голосовые протоколы, протоколы голосовой связи. И опять же, задача для них это эффективная коммуникация. И, соответственно, мы разрабатываем задачи, которые могут решить студенты. Более того, каждая школа в Канаде может зарегистрироваться для участия в данных программах. Эти программы очень гладко гладко могут быть интегрированы в программу школьную, обычную программу. Это бесплатные программы. Их можно также выполнять частично или полностью. То есть, они полностью адаптируемы, адаптируемы для разных возрастов, даже если речь не идет о том возрасте, о котором я уже говорила. И, более того, они все связаны с конкретными полетами астронавтов. То есть, вдохновение на выполнение этих задач это как раз и является также основным фактором, как мы набираем астронавтов. И так далее. То есть, мы хотим также с одной стороны предметы, чтобы были достаточно сильными, а с другой стороны, чтобы студентам было интересно. и также важный для канадского правительства это вот аспект, который называется командная работа и здоровый образ жизни. То есть, школы регистрируются, они могут участвовать в одной сфере деятельности, так чтобы нагрузка не была слишком большой. Вот. И потом, например, эксперт по космическому освоению космоса, далее астронавт приезжает в школу, далее проводятся конкурсы на уровне страны. Если студенты участвуют по трем направлениям, выполняя хотя бы одну задачу или одну работу, то им необходимо в интернете также заполнить анкету. Это похоже на отбор астронавтов, так сказать. Также они должны записать видео, где они должны объяснить, почему они являются лучшим кандидатом в астронавты. Вот. И заявители, вот молодежь, вот они из всех провинций в Канаде участвуют, и вообще отбор проходит по случайным параметрам. Вот. И затем, вот, например, в 2020 году летом они будут участвовать в лагере, где они будут проходить подготовку в качестве астронавтов, как бы. Вот. То есть, вот пример программы, которой мы занимаемся. Эта программа является очень доступной, инклюзивной, открытой, где угодно можно участвовать в этой программе, так сказать, даже не имея больших ресурсов. Самое главное, что мы делаем акцент именно на привлечении молодежи с помощью интерактивных программ. Большое спасибо вам, доктор Робинсон. Вы знаете, вот такие программы, о которых сейчас шла речь, было бы вообще здорово, если бы такие программы существовали, когда мы были молодыми. Я вот слушал Кевина про его подкасты. Вообще-то, у меня тоже похожие работы были. После колледжа у меня степень в механической инженерии. После этого, в общем, после того, как я получил образование, я работал диджеем на радиостанции. Это была достаточно новая станция. И мы хотели каким-то образом повлиять на наших слушателей. И, вы знаете, вот, как бы, в общем, там не очень-то заладилось дело, поэтому мне пришлось изменить карьеру, так сказать. И я работал в Калифорнии, в университете Калифорнии в Дэвисе. Вот. И у нас вот такая была инициатива. Между прочим, финансирование мы получали из НАСА, а также из кампуса университета. Но я надеюсь, что в будущем вы также услышите еще не раз про эту программу. Когда я начал работать там семь лет назад, студенты, которые были заинтересованы в освоении космоса, как бы их было не так много. То есть, как-то нужно было заинтересовывать их. И затем я преподавал курс по аэродинамике для студентов старших курсов и задавал следующий вопрос. Какой бы проект вы выбрали для себя? То есть, разработка, проектирование самолета или космического корабля. Когда вот и вот две трети выбирают космический корабль. То есть, в принципе, это не то, чтобы дело в том, чтобы заинтересовать студентов, а для того, чтобы именно поддерживать вот этот интерес. И я думаю, что коммерческое освоение космоса повлияло на заинтересованность, потому что они понимают, что эта сфера может быть инклюзивной и открытой. И поэтому для нас сейчас основная задача это поддержание этого интереса, вот поддержание вот такой вдохновленности среди студентов. Вот. И потому что как бы мы для себя уже выбрали эту карьеру, так сказать, они еще по-прежнему на этом пути. Что меня удивляет? То есть 37 лет я работал в НАСА, 17 из которых в центре Джонсона. и вот там возраст был вот в основном средний возраст работника где-то 50 лет, а в университете Калифорнии в Дэвисе там только 17 процентов женщин, вот, а все остальные мужчины, в то время как в КЦД был микс приблизительно 50 на 50. Вот. Ну вот сейчас уже у нас 20 процентов, да, и мы гордимся этим, хотя чем тут гордиться? И что с этим делать вообще? И мы делаем все, что можем, мы создаем образовательные программы для молодых женщин, и вот как Изабел говорила, мы пытаемся заинтересовать школьников пятого класса, да, вот. Не то, чтобы мы пытаемся продвигать освоение космоса, мы просто делимся тем, что наши мечты были это освоение космоса, полет в космос, и таким-то образом мы их реализовали. А как вы будете реализовывать свои мечты? Вот. И в таком духе все развивается и развивается достаточно интенсивно. Вот. Мы, конечно, пытаемся как-то все это регулировать для того, чтобы вот этот интерес не повлиял на их обучение в школе, на оценки. Однако вот такие программы, вот такой рода подход оказался очень успешным в ряде школ. в освоении космоса, в проектировании, что является ключевым? Интеграция. Мы технические науки преподаем, да, в основном по отдельности, а у нас нет, так сказать, отдельного курса по интеграции всего этого. И я думаю, что традиционное американское образование, вот эта вот модель традиционная, она поддерживает разделение между дисциплинами. И вы знаете, для сферы космического полета это не самый оптимальный подход. Я думаю, что мы вот не видим, что человек в центре, в общем-то, подготовки по техническим дисциплинам. Вот. То есть, сейчас мы пытаемся, я думаю, все здесь присутствующие, вот, мы все пытаемся каким-то образом как бы донести вот знания вообще о человеке, о физиологии человека, о нейропластичности, о поведенческих науках, там, когнитивных науках и так далее. Все это очень важно тоже, и это тоже является проблемой. И, то есть, и детям нужно это преподавать, и вообще всем не помешало бы задуматься, каким образом мы интегрируем все вот эти комплексные дисциплины, особенно это актуально в планировании образования для следующих поколений. спасибо большое вам. И сейчас мы готовы принять вопросы от присутствующих в зале. И вот возвращаясь к вдохновению, вдохновение, то есть, тут толкать не нужно, да, то есть, тут нужно придумать именно как привлекать молодежь, как вдохновлять их. это, то есть, я видела спутник, например, вот, я выросла на ранчо, и вот там вот ночью, вот, допустим, я могла видеть все это в небе. или вот Волтер Кронкайт на всех каналах вещал про программу Аполлон в разных странах. Все это видели. То есть, иногда для того, чтобы получить это вдохновение, необходимо это увидеть или прочитать об этом. А вот сейчас мы вот дошли до того, что практически ничего по телевизору не показывают. Вот в 80-е годы, в конце 80-х годов у меня вот мама разозлилась, по этому поводу, потому что постоянно прекращали вот трансляцию таких программ. Вот иногда на радикальные меры приходилось идти, чтобы что-то посмотреть. То есть, вы знаете, у нас есть ограничения по тому, вот, какое количество людей мы можем добраться, до какого количества людей мы можем добраться. Но вот Кевин говорил о миллионах слушателей. Но каким образом мы можем убедить просто средства массовой информации, социальные сети уделять больше пространства, больше места для такого рода программ, для того, чтобы мы могли в том числе и образованием заниматься в конечном итоге. Ну, тут два момента. Прежде всего, если вы себя ограничиваете обычными каналами массовой информации, они, конечно, будут транслировать только то, что является новым, актуальным, интересным. Это вот именно тем занимался Уолтер Кронкайт в период программы «Аполлон-11», в период программы «Аполлон-13». Это уже как бы не так актуально было. Опять же, телескоп «Хаббл». Первая миссия связана с «Хабблом» по всем каналам. Последующие уже не так. То есть мы не только коммерческими каналами ограничены, вообще все те, кого космос интересует, вот, пожалуйста, весь интернет для них открыт. Вот если, например, вот веб-сайт JPL, если происходит высадка аппарата на Марс, там миллионы просмотров на этом веб-сайте. То есть информация вообще есть, она в доступе. Но каким образом транслировать через традиционные средства массовой информации, то ответ тут один – заниматься чем-то очень интересным. Да, действительно, у меня вот сестра в школе работает, и она вот поделилась со мной, что сократили ресурсы, в том числе ресурсы на образовательные материалы. То есть процесс такой пассивный достаточно. Именно учитель должен инициативу проявлять. Не в каждом классе есть компьютер или телевизор. То есть с их точки зрения доступа как бы нету или ограниченный доступ. И мы обсуждаем вот в рамках нашей рабочей группы, в том числе, как мы можем выступать более проактивно в этом плане. Например, вот средства массовой информации. Вот каким образом радио, телевизор, я имею в виду, вот, например, один из моих студентов, который, оказывается, и диджеем работает. Вот как бы он хотел бы что-то в космосе, допустим, сделать. Может быть, у вас какие-то вот есть предложения, замечания. Мы готовы выслушать ваши предложения. Здравствуйте. Келли Грэм. Меня зовут. Я сейчас в университете Хьюстона учусь. И вы знаете, я вот почти что приняла это решение карьеру развивать именно в сфере освоения космоса. Мне было 12, когда полетел последний шаттл. И я бы хотела, прежде всего, поблагодарить вас за то, что вы вдохновляете меня, вдохновляете меня на эту карьеру. Потому что, если бы вас не было, то я бы вообще ничего не увидела. Я бы ничего не узнала об освоении космоса. Но вы знаете, что, допустим, фантастика, научная фантастика тоже является вдохновением. Потому что все вот эти вещи на самом деле в реальной жизни происходят. И нас этим занимается, и Space X, и так далее. А вообще, я заинтересовалась космосом по программе Magic School Bus. То есть, это вот эти фантастические программы. И когда ты их смотришь, ты думаешь, как мне стать частью всего этого. То есть, именно это послужило для меня вдохновением в детстве. Но еще одна проблема для меня, как молодой девушки, жизнь, которая еще впереди, так сказать, ваше поколение, это то поколение, которое будет нанимать таких специалистов, как я. И, допустим, мне страшно услышать, что меняются задачи, допустим, что от Марса к Луне, и наоборот. Допустим, у меня цель была Марс, а оказывается, что Марс еще только далеко в будущем. Если вот эти задачи постоянно меняются, то вот это страшно. И, допустим, мне также страшно, если мне скажут, что эта сфера является маленькой, ограниченной, что сложно получить работу в этой сфере. Знаете, для меня это является ограничением. Я, допустим, должна каким-то образом обосновать для себя этот выбор. Может быть, я не столь успешной буду, как другие, допустим, студенты, такие же, как я. Стив, когда я стал работать в НАСА, это еще до рождения ваших родителей. Кстати, я хотел поблагодарить вас за ваше выступление. Вы многому нас учите, поэтому я очень признателен вам за это. Но вот между программой Аполлон и НАСА, как бы, вот, знаете, программу Аполлон вообще отменили, закрыли еще до ее завершения. Опять же, бюджет шаттла сокращали на 50%. То есть, и мы сходили из того, что другие 50% остаются, однако это было не так. И вот такую фантастическую совершенно программу отменили, да, разокрыли. Вот, у нас вот такие же были опасения, такие же были настроения. Мы не понимали вообще, какие у нас цели и задачи. Но мы в конечном итоге поняли, знаете, какие у нас цели? Мы ничего не сможем сделать, если мы не понимаем базовые аспекты того, каким образом люди могут выживать, выживать вот эти вот полеты на орбиту и каким образом возвращаться обратно. То есть, это те аспекты приводят человека, о которых мы не знаем. Вот эти проблемы, вот эти задачи являются самыми основными. И если вот вы можете понять для себя, что есть проблемы, которые гораздо больше, чем определенная цель или определенная вот точка в космосе, так сказать, то вот это пусть и будет вашей задачей. Да, знаете, главная основа, базу какую-то для себя вот создать и потом вы уже можете где угодно работать. И также не воспринимайте себя в качестве ребенка, вы уже взрослый человек. Думайте о том, что вам нравится, что вам интересно. Допустим, найдите для себя компанию, которая вам нравится, интересы, которые совпадают с вашими и я думаю, что именно это принесет вам удовлетворение от работы. Вы знаете, это Кевин, я думаю, что я ребенок. Для меня, например, художественная литература была очень серьезным мотиватором и тем, что меня вдохновляло на то, чтобы я стала работать именно в этом направлении и выбирала эту карьеру. Обязательно всегда следила за теми новостями, которые прослеживались в средствах массовой информации. Понимаете, если вы откажетесь от своей мечты, у вас точно ничего не получится, 100%. Но никогда нельзя отказываться от мечты. Верьте в свои мечты, и у вас все будет хорошо. Я тоже хотела сказать, что надо бояться. Лучше сделать и потом пожалеть, чем у вас жизнь одна. И если вы потом, когда уже у вас будет много детей, муж, и вы поймете, что вы могли идти по этому пути, а теперь уже вы этого сделать не сможете. Есть, так скажем, точка невозврата, как это будет в миссии, так и в нашей жизни всегда. В какой-то момент вы поймете, что если я этого не сделал, то я уже этого не сделаю больше никогда. Так что старайтесь, сделайте, не надо бояться. Мы тогда еще один вопрос, наверное, можем прослушать. Здравствуйте. Я учусь в университете Бейлор. И вопрос у меня заключается в том, каким образом вы можете достучаться до этих молодых умов, о которых мы сегодня говорим. Дело в том, что я проводил часы просто в поисковой системе Google в поисках информации по поводу чипов. Мне эта информация, точную информацию я не мог найти. Очень много было сносок, очень много было каких-то непрямых сносок. и никто мне не говорил конкретно, что мне требуется сделать для того, чтобы получить ту или иную стажировку. Но в итоге я пошел в социальную сеть Twitter, и мне повезло, там кто-то что-то написал, и я понял, что нужно для этой стажировки. то есть мне очень сложно было в итоге найти ту информацию, которую я искал. Я искал по поисковым словам стажировки в НАСА, стажировки в других организациях, и очень мало информации было предоставлено. Что касается вот этих организаций, больших организаций, в которых вы все работаете, как вы сами себя позиционируете, чтобы мы могли вас найти? Это очень хороший вопрос. У меня очень похожий был опыт. Когда я только начинал свою карьеру, действительно, мне никто не объяснял таким образом даже подавать документы, из чего начинать и кому их отправлять. И особенно сейчас, я думаю, что может быть не очень справедливо говорить о том, что ресурсов нет, что нет информации. Наоборот, она в избудке присутствует в тех средствах, которые вы используете для того, чтобы ее найти. По крайней мере, то у меня такое впечатление складывается. Что касается научных программ, то информация исчерпывающая, просто представленная в интернете. Мы делаем, по крайней мере, все возможное от нас для того, чтобы эту информацию донести до сообщества, до молодых людей. И я уверен, что наши международные партнеры поступают очень похожим образом. мы тратим часы, сотни часов для того, чтобы эта информация появилась на наших ресурсах. и мы надеемся... Подождите, я вас здесь прерву. Мы хотели бы сейчас записать рекомендации, предложения, которые наши участники готовы с нами поделиться, ими, если вы готовы поделиться, потому что у нас время уже истекло. Большое спасибо всем за участие. Мы готовы читать следующую панельную дискуссию. Панельную дискуссию.